В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Башкортостан получит 675,5 миллионов рублей из федерального бюджета на покрытие госдолга. Средства пойдут на погашение обязательств республики по бюджетным и банковским кредитам, а также ценным бумагам. На сегодня госдолг региона превышает 23,5 миллиарда рублей. На его обслуживание в этом году ушло почти 800 миллионов. Минфину республики поручено обеспечить сопровождение и погашение бюджетного кредита до 2022 года. Отмечу, после получения федерального займа бюджет региона останется дефицитным. Разница между доходами и расходами оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Компания Ford отзывает в России кроссоверы Kuga. Причина – возможная неисправность систем пассивной безопасности автомобиля. Есть риск отказа подушки безопасности. Также при ДТП все системы могут сработать штатно, но при этом подожгут автомобиль. В общей сложности на ремонт пригласят владельцев почти 20 тысяч автомобилей по всей стране. В нашей республике таких автомобилей 139. Как и положено, в таких случаях дилеры информируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Причем место его приобретения не имеет значения. Во время исследования данных автомобилей было выявлено, что при попадании автомобиля в ДТП срабатывает преднатяжитель ремня безопасности, который может нагреться и вызвать дальнейшее воспламенение автомобиля. И чтобы обезопасить наших клиентов, была создана сервисная компания, где этот изоляционный слой, который может воспламениться, просто удаляется и ставится. Процедура занимает буквально минут 20-30. Под данную компанию попадают автомобили в выпуск Елабуга, начиная с 2013 года по 2014 год. Все работы проводятся бесплатно для владельцев отзываемых автомобилей. Это не первая подобная компания для Куги. Ранее в июне несколько сотен кроссоверов отзывали из-за дефекта форсунок стеклоомывателей. Объем реализации услуг в сфере туризма в Башкортостане к 2023 году должен вырасти до 26 миллиардов рублей или на 59%. Такие целевые показатели содержат региональная программа развития туриндустрии. Документ представил председатель Госкомитета по предпринимательству и туризму региона Вячеслав Гелезидинов. По его словам, численность туристов, приезжающих в республику через 6 лет, должна вырасти с 950 тысяч человек в год до полутора миллионов. При этом туристический поток с учетом посетителей природоохранных территорий и экскурсантов планируется увеличить в два раза – до 3 миллионов человек. Власти планируют продумать дополнительные стимулы для инвесторов, готовых вкладываться в долгосрочные туристические проекты. И на этом пока все. Главные новости Башкортостана смотрите сразу после федеральных выпусков 8 раз в день. Редактор субтитров А.Семкин